В мире тоже всё непросто. Всемирная организация здравоохранения сделала прогноз. Во второй год пандемии коронавируса погибших может быть больше, чем в первой. И призывает страны объединить усилия по вакцинации. COVID-19 уже стоил нам 3 миллионов 300 тысяч жизней. Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый. Единственный выход сейчас для спасения жизней домохозяйств – объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения, а не использование их по отдельности. По-прежнему ужасающая ситуация в Индии. 300-400 тысяч заболевших в сутки. Мировой лидер. Больницы переполнены. Вакцинация в стране идёт, но её темпы пока не позволяют окончательно взять эпидемию под контроль. Долгое время власти Индии не давали разрешения на вакцинацию российским препаратом «Спутник Ви». Но на этой неделе вакцинация «Спутником» всё же стартовала. Из Индии наш Сапкор Дмитрий Мельников. Прощание с покойником в индуизме требует обязательного проведения обряда антьешти – кремацию на костре. Огонь очищает и поднимает в небо душу, откуда она потом переродится снова. А останки физические, то есть пепел, надо обязательно высыпать в реку. Желательно, конечно, в гангу, которая затем унесёт их в бесконечный океан. Но сейчас цена на этот обряд выросла в два раза. Ещё и дрова должны быть особенные. А не провести церемонию нельзя, иначе душа умершего превратится в упыря. Поэтому бедняки просто опускают тело в ганг в надежде, что оно очистится и душа получит хорошее перерождение. Именно так в бесконечный океан своих умерших от ковид родственников отправили жители бедных деревень штата Утар-Прадеш. Тела выносило на берег ганги, ниже по течению, уже в штате Бихар, несколько дней подряд. Всего в излучине священной реки за эти дни скопилось полторы сотни трупов. Из-за нехватки дров мёртвых хоронят в воде. Около 13 деревень хоронили умерших таким образом. Чтобы отлавливать мертвецов, власти штата перегородили реку сетями. Акремацию неопознанных тел со всеми ритуалами сделают за счёт штата. За последний месяц число смертей от ковид в Индии выросло в два раза и растёт на 4000 в день. Власти признают, что этот вирус-мутант захватил даже самые отдалённые уголки страны. Если в первую волну пандемии в Индии страдали в основном крупные города, на этот раз вирус ударил по деревням. Именно с массовым заражением сельских жителей во многом связывают такой резкий рост числа инфицированных. В некоторых деревнях, таких как здесь, заражение достигло более чем 80%. Плохи наши дела, говорят на пустевших улицах деревни Пхопур в песках штата Раджастан. Болеют все 10 соседних деревень, в каждые по несколько тысяч человек. Симптомы у всех одинаковые, но ясности нет. У нас в каждом доме лежат люди с высокой температурой и кашлем, а сделать тест на коронавирус мы не можем. И никто к нам не приезжает, дорог почти нет. А люди в слишком тяжёлом состоянии, чтобы везти их за десятки километров. Больным, чем может, помогает местный аптекарь. Остальные уповают на волю судьбы. Власти требуют не называть эту поразившую страну мутацию вируса индийской, но изучить постоянно меняющуюся форму жизни, которая сейчас развивается в Индии, пока не удалось. Совершенно точно штамм B1-617 и его мутации за это время стали в разы заразнее и более смертельными. Мы потеряли многих наших близких из-за коронавируса. Боль, которую граждане этой страны испытали в последние несколько месяцев, боль и страдания, которые им пришлось пережить, я всё это тоже чувствую. Уже месяц Индия фиксирует по 300 тысяч заболевших в день. Ни одна система здравоохранения в мире не выдержит такой нагрузки, говорят индийские врачи. Больничные палаты трещат по швам от тяжёлых ковид-пациентов. Никакую другую помощь клиники не оказывают. Программа вакцинации двумя существующими вакцинами забуксовала. В индийской столице препараты закончились ещё в начале недели. Я пытался попасть на вакцинацию больше недели, но мне это так и не удалось. Дипак Сапра — первый в Индии человек, выбравший спутник V, пока единственную иностранную вакцину, доступную в стране. Уже с понедельника спутник доставят в некоторые частные клиники Индии. Накануне ночью в аэропорт Хайдарабада приземлился самолёт со второй партией препарата из России. А к концу мая сразу несколько индийских компаний начнут массовый выпуск разработанной в России вакцины. Дмитрий Мельников и Владислав Дадонов. Вести. Нью-Дели. Индия.